В Пермском краевом архиве настоящее столпотворение. Историки, краеведы, журналисты пришли на презентацию уникального издания «Пермский 17-й год». Здесь минимум текста, в книге в основном визуальные документы. Многие фотографии опубликованы впервые. Директор архива Андрей Борисов поясняет, основной целью было показать повседневную жизнь губернии вековой давности, накануне и во время революционных событий, представить её меняющийся портрет на фоне исторических потрясений. К 1917 году Пермский университет перестал быть отделением Петроградского, получив статус самостоятельного вуза. Пушечные заводы в Мотовилихе выполняли военные заказы. Во время Первой мировой предприятие поставляло для армии значительную часть артиллерийского вооружения. К лету 1917 года в Перми построили городскую канализацию. Общая протяжённость сетей больше 20 километров. А уже осенью городские патрули бочками выливали сюда пиво, чтобы остановить пьяную вакханалию. Тогда солдаты устроили массовые грабежи пивных складов и магазинов, о чём писали газеты. Водоворот событий набирал силу на этих редких фото демонстрации в Перми и городах губернии. Городской театр тоже оказался в центре политических событий. В декабре 1917 года здесь прошёл первый съезд советов рабочих и солдатских депутатов, где было объявлено об установлении советской власти. Площадь перед оперным театром. 97 лет назад здесь праздновали третью годовщину Октябрьской революции. Был установлен памятник, который до наших дней не сохранился. Так же, как и здание гостиного двора. Его видно за спинами митингующих. И, конечно, вот эти вот вопросы, которые нас мучают. Как к революции подойти? То есть это позитив, это негатив, это как бы два подхода. Хорошая книга, она не столько даёт ответа, сколько порождает вопрос. И мы хотели, вот вопросы и дискуссии вокруг этой книги мы хотели породить. Книга «Пермский 17-й год» будет передана в вузы, школы и библиотеки Перми. Её можно найти и в Краевом архиве. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.